Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод для библейского портала Экзегет и немного его комментирую. Первая глава. Я даже не буду пытаться пересказать, о чем там идет речь, потому что это абсолютно невозможно. Вторая глава начинается с слов. То, что я увидел, было образом Господней славы, и я пал пред ним ниц. Напомню только, что Иезекииль, священник из Иерусалима, который был уведен в плен вместе со многими другими израильтянами еще до разрушения Иерусалима, у нас самое начало VI века, он находится в Вавилонии, в области, куда в Вавилонии завоеватели увели пленников, и они отделены от храма, у них нет возможности принести жертву в Иерусалиме. Еще есть Иерусалимский храм, ему недолго осталось, но еще стоит. И такое ощущение, что они выброшены из этой священной истории, что она для них, грубо говоря, закончилась, а может, вообще для всех закончилась уже. И вдруг он видит образ Господней славы, как называют, это первый стих второй главы, который абсолютно невозможно прокомментировать, потому что это что-то таинственное, загадочное, непонятное и неописуемое абсолютно. И зачем все это ему было? Для того, чтобы понять, Бог присутствует и здесь, в Вавилонии? Для того, чтобы увидеть, что да, нет храма, но слава Божья-то здесь, и возможно общение? Наверное, да, и это общение начинается. Тогда я услышал голос, говоривший со мной. Он сказал, сын человеческий, поднимись на ноги, я буду с тобой говорить. Сын человеческий мы, конечно, это обращение хорошо знаем в основном из Евангелия, но в Ветхом Завете оно встречается довольно часто, особенно в пророческой книгах, где идет диалог Бога и человека. И это, собственно, синоним слова «человек». Сын человеческий, то есть потомок человеческого рода, тот, кто несет на себе эту человеческую природу. И как раз очень резкий контраст с этой абсолютно неземной картиной, которая была в первой главе. Вот он, сын человеческий, поднимись на ноги, я буду с тобой говорить. Понятно, что он полнится от того, насколько его это поразило, а может быть, это даже не просто почтительный поклон, а это состояние такого изумления, что человек с ног просто падает, его сшибает вот эта удивительная тайна, это чудо неописуемое, которое ему открывается. Но смотрите, наверное, много было в мире людей, которые вот так готовы описать, единого ли Бога, свое ли какое-то, языческое божество. Вот мощь, сила, натиск, тайна, изумление. Я буду с тобой говорить. Вот важнейшая вещь, которая есть в пророческих книгах, языки или не исключение никоим образом, то, что все это, что касается Бога, оно вступает в диалог с человеком, и оно ради этого к человеку и приходит. Не подавить его просто своим величием, как легко это сделать, не объявить ему вот какой-то его приговор, но объяснить, побудить, что вот этому неописуемому, огромному, какому-то невыразимому словами Богу невероятно важно договориться с людьми о чем-то. И когда он заговорил со мной, в меня вошел дух и поднял меня на ноги, так что я слышал говорящего. Тоже очень интересное такое примечание. Он не просто передает слова Бога, ну вот другие пророки обычно так и делают. Так говорит Господь, и дальше цитата. В меня вошел дух и поднял на ноги, что я слышал говорящего. То есть даже понимание этих слов невозможно без некоего воздействия духа. И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, мятежному племени, что восстало против меня. Опять-таки очень важная вещь. У Исаии было похожее. Вот, говорит Господь, кто пойдет за нас? И Исаии говорит, я пойду. Здесь Иезекииль слышит, я посылаю тебя к сынам Израилевым, но все равно есть ответ с самого начала. Он поднимается на ноги, он готов выслушать. То есть пророческое служение, оно полностью определяется Богом, но пророк полностью дает на него согласие. Это не медиум, который впадает в транс, как у многих языческих народов. Скажем, шаман, ну конечно, шаман разные вещи делает, но в частности, например, шаман с помощью иногда там наркотических веществ или чего-то еще впадает в транс, и дальше он сам не понимает, что он говорит, но окружающие его слышат. Это вот слова духов, которые для людей. А здесь очень важно осознанное участие. То есть пророк — это посол, посол Бога. А посол — это не просто конверт, в который вложили письмо, оно пришло, да, конверт порвали, выкинули. А посол — это человек, который доносит мнение, приказ, волю своего господина другим людям. Но он при этом их вполне разделяет, он действует сознательно, и его человеческое усилие тут тоже очень важно. И кроме того, он посол к мятежникам. Вообще-то это очень незавидная миссия. Представим себе любая ситуация гражданской войны, и вот центральное правительство посылает к сепаратистам, там, революционерам, восставшим, мятежникам своего посла, чтобы он ему рассказал, вот как надо себя вести. Но его убьют, наверное, скорее всего. С пророками это обычно и происходило, да. И вот к вопросу о пророческом мужестве, что вызваться на это не так-то просто, даже принять, когда тебя вызывает Бог. «Итак, я посылаю тебя к сынам Израилевым, мятежному племени, что восстало против меня. Они, как и правоцы их, противятся мне до этого самого дня. Не преклонен взор, а черствело сердце у этого народа. Но я посылаю тебя передать им слова владыки Господа». Ну, понятно, да. Вот вечный вопрос, отвечают ли дети за грехи отцов. Нет, и мы это видим у пророков. А с другой стороны, ну да, и мы. И это у пророков видим, и в жизни мы это видим. Но дело в том, что очень часто новые поколения повторяют то, что делали прошлые. И они не просто наследуют состояние вещей, которые оставили им отцы, но продолжают их линию поведения весьма и весьма нередко. И что же из этого следует? Послушают ли тебя или не послушают этот шайка мятежников? Ну, пусть знают, что был среди них пророк. Вот уважение человеческой воли. Вы имеете право послушать или не послушать, но я вас предупрежу. И пророк тот самый человек, который должен оказаться этим вестником. А ты, сын человеческий, не бойся их, и слов их не бойся. Продерешься сквозь терной колючки, поселишься среди скорпионов. Хорошее такое задание, да? Послы обычно в резиденциях живут, и довольно комфортных в резиденциях, и там, хорошо им. А ты сквозь терной колючки среди скорпионов будешь продираться. Но не бойся их вида, слов их не ужасайся. Они шайка мятежников. Не скажут, они бессильны тебе повредить, а просто вот правда не за ними. Ты передашь им мои слова, будут ли они тебя слушать или нет, ведь они мятежники. А ты, сын человеческий, выслушай, что я тебе скажу. И не упрямься, как эта шайка мятежников. Повторяются вот это вот мятежники, мятежники. Что такое грешники, да? Вот не просто нарушители каких-то запретов, вот люди, которые не все делают правильно, каждый из нас. А мятежник тот, кто целенаправленно, сознательно поднял знамя восстания, да? Кто отверг власть своего правительства, кто сказал, я сам теперь буду все определять. Вот, собственно говоря, что такое греховное человечество, сообщество или даже отдельный человек, но особенно сообщество, которое договаривается об этом. Шайка мятежников. И роль пророка, в общем-то, не только в том, что передать им какие-то слова, а в том, чтобы явить образец другого отношения. И дальше. Открой рот и съешь то, что я дам тебе. Я увидел протянутую ко мне руку, в которой был книжный свиток. Рука развернула его, и было написано на той и на другой его стороне. Плач, крик, стон. Вот это, конечно, образ. Понятно, что здесь пророк действительно не конверт, как я уже сказал, в который нужно вложить свиток. Он его скушает, а потом каким-то образом его из себя исторгнет и передаст. Но зачем этот образ? Вот, наверное, соединение пророка со своей вестью настолько тесное, сложное даже, да, как соединение с тем, что ты съел. Вот то, что у тебя внутри, вот ты не можешь от этого избавиться. Оно в тебе. Оно рвется наружу, потому что ты съел его. И вот такой, может быть, очень телесный образ здесь как раз и использован. Плач, крик, стон. Соответственно, ничего хорошего пророк не должен передать Израилю. А в третьей главе будет сказано подробно, что и по какому поводу. Продолжение следует...